Добрый день, дорогие друзья. Мы рады, что у нас есть сегодня с вами возможность пообщаться и поговорить на абсолютно актуальную тему. И у нас к этой теме приглашен наш удивительный гость, спикер, который к нам приехал из Москвы, ведущий эксперт в области цифровизации, цифровой трансформации, ректор института цифровой экономики, человек, который знает о цифре все и даже больше. И сегодня не просто тема, на которой мы с вами пообщаемся, а тема, посвященная какие вызовы и тренды стоят перед нами, потому что понимая, куда мы движемся с вами, точно можно придумать решение, которое является очень важным для нас. И у нас сегодня будет формат разговора от вас, и мы предлагаем потом готовить вопросы и присоединимся уже к обсуждению каких-то вопросов минут за 15-20 до окончания. Итак, Руслан Макаров у нас в гостях. Здорово, что вы с нами. Спасибо. 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 Ну, во-первых, для начала давайте сразу договоримся. Это такое долго вырабатывавшееся мнение экспертов по всему миру. Суть процесса цифровизации, чем он является, и что такое цифровая трансформация. Процесс цифровизации – это именно процесс, который происходит с человечеством на протяжении многих последних десятилетий. То есть с момента того, как начали в жизнь вступать какие-то новые решения, которые дают возможность человеку рассчитывать модели, парадигмы и так далее с использованием либо машинного времени, либо каких-то цифровых значений. Вот с этого момента времени, в принципе, началась эра цифровизации, которая сначала, естественно, была медленной и тихой, вяло текущей. Но последние годы это все полетело ввысь, и, собственно, мир меняется разительно быстро. А цифровая трансформация – это не процесс, это изменение именно. И изменение того, что уже произошло. То есть нельзя трансформировать что-либо, чего нет. Соответственно, процесс цифровизации нас ежедневно приводит к той-либо другой новой точке жизни в цифровизации, а трансформируем мы уже то, в чем мы находимся. И, собственно, то, как это все происходит в мире, и то, каким образом это все развивается, создало целый сон вызовов. Пять из которых, наверное, самые значимые и самые важные я решил сегодня озвучить именно с тем, чтобы показать такую сложность сегодняшней жизни, связанной и вызванной именно цифровизацией. Ну, во-первых, мир действительно запасается, в последнее время в процессе цифровизации стал гораздо более хрупким, нежели был раньше. Изменили скорости, скорости восприятия информации, передачи информации, определение ее и так далее, и тому подобное, встраивание в собственную жизнь. И это вызвало огромное количество форм, которые создают проблемы безопасности человеческой жизни, которые связаны с нашей ежедневной потребностью. Так как цифровизации пронизаны практически все сферы жизни, то есть это от канализации до полетов в космос, все цифровизовано, то любая ущербность, наступившая в системе кибербезопасности, она моментально меняет мир. Представьте, что у вас одномоментно, не просто из-за того, что вы на сегодняшней лекции, а в принципе на ближайшие несколько дней вырубаются все системы телефонной связи, все системы обслуживания карточек и так далее, и так далее, и так далее. И представьте себя в этом мире. Поэтому мир стал более хрупким, и это очень серьезный вызов. Второе очень важное, то, что на сегодняшний день как раз вытекает из первого, это то, что появилось довольно большое количество мошеннических схем в сфере цифровизации. Это мошенничество в самых разных аспектах, начиная от просто подлога цифрового и заканчивая глобальными взломами, суперхакингом и так далее, и тому подобное. И именно это еще больше создает хрупкости нашему сегодняшнему миру, потому что люди, ну, это человеческий характер, да, одни на стороне белого, другие на стороне черного. И те, которые на стороне черного, они постоянно ищут уязвимости и возможности изменить мир под себя, и, соответственно, для них нет каких-то берегов, и они, соответственно, идут и на взломы, и на все, что угодно, и на манипуляции человеческим сознанием и так далее, и так далее, и так далее. В-третьих, мы с вами живем, и это нужно для себя признать, и это как большая радость, так и большая проблема, и именно вызов для всего человечества, мы живем в состоянии стыка эпох. Во-первых, мы живем в эпоху, то, что называется информационная эпоха, информационная система, и эта информационная эпоха, она изменила, в принципе, подход к жизни человека. То есть у нас все формируется, наше сознание формируется гигантскими потоками информации. И поэтому изначально, кстати, цифровая экономика, собственно, носила название, и многие вещи, и цифровая юриспруденция, и все прочее, назывались информационная безопасность, юриспруденция информационная, там, процессы и так далее, и так далее. В связи с этим нужно понимать, что в этом гигантском информационном пространстве происходит процесс, который называется, собственно, медиакратией. То есть когда манипулируется сознанием масс раздельных личностей, либо масс личностей, манипулируется этим сознанием для, соответственно, достижения каких-то целей выгодоприобретателя. Это может быть государство, это может быть частная личность, коллектив, группа личности и так далее. И это очень непростые А – процессы, Б – сложности, которые нужно для себя принять. И сейчас медиакратия помножилась за счет процесса цифровизации на то, что мы называем эпохой баз данных. То есть, по сути, мы на сегодняшний день понимаем, что такие корпорации, как Google, Facebook и Amazon владеют практически структурными системными базами данных, определяющие весь наш с вами мир. Весь. Практически нет ни одной точки, которая не достигается расчетами этих баз данных. Это все вызовы, они описаны. Огромный вызов, связанный с психологической проблемой, об этом сейчас тоже очень много говорят. О том, что традиционалисты требуют замедлить темпы цифровизации, не вступать на их территории, то есть не менять бумажные деньги, либо вообще денежные эквиваленты на исключительно цифровые и электронные деньги и так далее. И так далее. Изменить структуру документа оборота, потому что цифровизация в последнее время, по сути дела, привела к тому, что человек уже даже в простых договорных отношениях, либо в системе документа пользования, не требуется бумага, не требуются какие-то конкретные виды документов. И это все пришло на сегодняшний день к тому, привело нас к тому, что произошел психологический раскол между одной группой, которая втапливает за цифровизацию и говорит о том, что это все хорошо, и это только на пользу человечеству, и другой, которая говорит, нам необходимы и нас устраивают только наши традиционные ценности. И это важно, и это очень важно на сегодняшний день понимать. И понимая эти вывозы, мы понимаем, что хрупкость мира и все остальное, зачем же мы бежим в это? Но у этого всего существуют и абсолютно положительные стороны, которые дают возможность изменять структуру экономики, вообще изменять структуру нашей с вами жизни, а экономическую модель в принципе. И действительно, на сегодняшний день цифровая экономика всего за несколько последних лет изменила модель мира, прибавляя и в экономической модели довольно серьезные проценты, вот там стоит 4,6 посчитанных, и мечта на 11,8, это все проценты, которые уже свершились, уже видимы. Но принципиальная скорость развития в сфере цифры и скорость изменения взаимоотношений с цифровыми значениями, с устройствами и новыми формами жизнедеятельности человека, она изменяет и структуру экономики гораздо быстрее, чем нам хотелось бы, либо кажется. И соответственно, эти цифры могут меняться в течение буквально нескольких месяцев, и человек может оказаться через несколько месяцев абсолютно в другом мире с точки зрения положительной динамики экономических моделей. Оптимизационные процессы, ну это априорная вещь, что цифра внесла гигантскую радость в оптимизации. То есть те процессы, которые выполнялись бухгалтерами, либо там какими-то конкретными работниками конкретных форм индустрии, в том числе интеллектуальной индустрии, они на сегодняшний день в цифре выполняются оптимально быстрее и с гораздо меньшим объемом ошибок. И соответственно, это все приводит опять же к скорости изменений, к скорости возможностей, которые предоставляются человечеству сейчас, и соответственно будут развиваться и предоставляться в будущем. Значительное количество сфер жизнедеятельности, которые связаны со сложностями, химические производства, где постоянная угроза человеческой жизни, различные вещи, связанные с огнем, либо с рыботехникой, и так далее, и так далее, и так далее, где все это начало за счет цифровизации меняться роботами, и жизнь человека тоже меняется в этом отношении разительно, и появляются новые формы, новые формы металла, новые формы конструкции, и так далее, именно за счет цифровизации. Естественно, развивающая способность, огромное количество онлайн-платформ, которые дают возможность по-другому обучаться, дают возможность по-другому потреблять знания и по-другому встраивать их в себя, в свою собственную жизнь, это все приводит к нашей новой жизни и дает как раз те самые положительные эффекты, которые на сегодняшний день говорят нам, мы движемся вперед, и это вперед красивое, светлое будущее. В этом цифровизация, конечно, нам очень сильно помогает. Понимая вызовы и понимая радости цифровизации, в принципе, нужно, естественно, понять, на чем это все базируется. То есть, существует основной аспект, это передача информации, здесь все понятно, это различные оптоволоконные системы, соответственно, глобальный интернет, тренд этого развития на развитие вообще форм передачи данных, мы сейчас все слышим про квантовые технологии передачи данных, да, это абсолютно новая форма, либо про низкоорбитальный интернет, либо про локальные формы интернета и так далее, и это базовые элементы передачи самой данных. Но существуют базовые элементы, которые определяют функцию обработки и работы с хранением данных и, собственно, превращение их в те конечные цифровые продукты. Так изначально произошло, что изначально накопительные системы баз данных, собственно, привели мир в 90-е годы к тому, что датбейс, как это по-русски правильно называется, центр обработки данных, стали первичной фактурой базовой централизованной системы хранения и распределения данных. И с этого, собственно, все начиналось, и это используется и на сегодняшний день, и эта история дает возможности использовать и предыдущие модели хранения и обработки данных, и внедрять в эту же систему абсолютно новые интересные формы, которые ее развивают. Второй системой стала облачная, зеркальная система, иногда ее называют. Это система построения и возможностей использования глобальных больших систем накопления данных, где одномоментно вовлечены множество серверных систем по всему миру в хранение и в обработку, в провайдинге, в последующее использование тех либо других данных. На сегодняшний день корпорация Amazon является, по сути дела, глобальным монополистом в этой сфере, и их объемы облачных систем на сегодняшний день превуалируют в мире, и, собственно, они это довели до какой-то высочайшей результирующей на сегодняшний день, потому что там появляться начали и новые профессии в облачных системах для человека, и новые функции зачастую абсолютно неожиданные. Лет 10-12 тому назад в Силиконовой долине активно начала развиваться и в виде агентств, и в виде профессии, профессия переводчика, как бы мы сейчас сказали, с русского на русский. То есть, когда переводится техническое задание и некий вопрос для облака, для того, чтобы облако рассчитало ответ на этот вопрос. Обычно этот вопрос имеет n количество сложностей и приводит к тому, что облако изначально говорит вообще, это можно или нельзя рассчитать, а в конечном итоге, если да, это можно рассчитать, за какой-то период времени выдает какое-то видение и процесс. Этим активно пользуются НАСА, соответственно, исследуя и дальний космос таким образом, и, собственно, отрабатывая модели покорения космоса наши с вами сегодняшние. Но, в принципе, этим пользуются и Госдеп, и все остальные с точки зрения задачи, начиная от социальных взаимоотношений человека и заканчивая покорением космического пространства, как я уже сказал. Естественно, все мы постоянно сейчас слышим о децентрализованных системах. Это хайп 2016-2017 года, который начал активно продвигать понятие блокчейн, который, собственно, является, ну, наверное, самой хайповой одной формой системы разработки распределенного реестра. Суть распределенного реестра и есть децентрализованная система хранения и обработки данных. И блокчейн – это просто одна из форм, которая просто активно применилась и продолжает применяться в финансовых инструментах, о которых мы сегодня будем долго и много говорить в цифровой экономике. И, собственно, поэтому децентрализованная система сейчас у всех на слуху. По первому времени казалось, это еще и оптимальная экономическая модель, потому что вроде как дешево хранить и обрабатывать данных на множестве пользователей, на множестве участников цепи и так далее. В конечном итоге с приходом бирж криптовалютных в реальный процесс обработки транзакций, как раз нот вот тех самых, которые работают с криптовалютой, оказалось, что это далеко не самый простой инструмент и не самый веселый в этом отношении. По сути дела, он оказался тоже по-своему золотым микроскопом, которым точно не стоит забивать гвозди. Ну, собственно, о чем вы и видите следующий слайд. И тем более в квантовых системах, которые только начинают становление, свое развитие, становление. И квантовые системы в этом отношении – это система понимания абсолютно новой формы цифровизации, абсолютно новой формы кодирования и обработки той самой данных и формирования этих данных. Если мы с вами знаем прекрасно о бинарной системе, о функции 1.0, и на этом построен весь процесс цифровизации, то квантовая система предлагает абсолютно новую форму учета и обработки данных, которая а – быстрее, б – более безопасна, и C в данной ситуации способна обрабатывать в гораздо более короткие сроки гигантские массивы данных. Ну, во-первых, даже образовывать эти массивы данных квантовые системы способны по-новому. Поэтому вот эта базовая модель, она на сегодняшний день максимально интересна в миру, но пока это очень дорогостоящая модель. Передача по квантовым системам данных требует построения репитеров, передающих устройств через каждые 30 километров. Там более дорогие кабельные системы и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, и, соответственно, сами центры обработки данных. Поэтому пока она не бежит, конечно, такими семимильными шагами, как хотелось бы, но Китай создал уже свою квантовую контурную систему. Россия создала первый квантовый лучик от Москвы до Санкт-Петербурга, и, собственно, сейчас прокладывается квантовая система до Казани как раз от Москвы. И, в принципе, мы тоже там не впереди планеты всей, но бежим в этом направлении. Понимая каждый из этих аспектов, именно базовых, и понимая, как он работает, естественно, понимая его ценовую категорию и возможности, и обработку, и систему, и так далее, и тому подобное, мы можем понять, что оптимально применить в том либо другом цифровом решении, и как это построить для нашей жизни оптимально. Где-то на центре обработки данных и на централизованных системах датбейс, где-то на блокчейне либо распределенном реестре. Кстати, распределенный реестр в Советском Союзе еще отрабатывался в моделях еще в конце 80-х годов довольно активно. Мало того, Советский Союз, а по следующему Россия, стали лидерами в мире с точки зрения хранения и обработки документа оборота, связанного с юриспруденцией. Первые диссертации были написаны еще в конце 80-х годов именно в распределенном реестре. Именно в том, что на сегодняшний день мы изучаем как форма блокчейна. И тогда мы были первыми на этой фазе. В России был создан программный продукт под названием «Эталон», который дал основу на сегодняшний день и «Консультант Плюс», и «Гаранту». И в принципе показывал, что уложение баз данных, связанных с юриспруденцией, это прямо мировой прорыв, который дает возможность по-другому взглянуть на право дела, на правовую систему и на все остальное, что с этим связано. Ну и перейдем к главной части нашей сегодняшней беседы, беседы, правда, сложно назвать, лекции. Это то, что называется финансами системы цифровой экономики, то есть теми цифровыми финансовыми инструментами, которые обслуживают цифровизацию. Естественно, как бы мы говорим о трех типах на сегодняшний день, явно выраженных. То есть у них есть много-много подтипов, у тех же криптовалют существует очень много различных видов форм, которые существуют внутри одного единого понятия криптовалюта. Но начнем мы все-таки с вами с понятия электронные деньги. И электронно-денежные отношения, либо цифровые контуры в денежном эквиваленте привязаны в первую очередь в своем понятии и в своей юрисдикции к государственным регуляторам. То есть даже финтековские истории, где электронные денежные контуры создаются для жизнедеятельности какого-то региона, либо финтеком для какого-то конкретного проекта, все равно регулируются Центробанком Европы, Ли, либо какого-то другого государства, либо агломерации государств, где четко прописываются правила эмиссии электронных денежных средств. И каким образом пользователь их получает, и как они обслуживаются той, либо другой системой. В Российской Федерации довольно давно подписан, еще в десятых годах начала 21 века, подписан закон об электронной денежной системе. Он несколько раз модифицировался и продолжает модифицироваться до сегодняшнего дня. Регулятором по этой системе является Центробанк Российской Федерации. И на самом деле это далеко не самая ласковая юрисдикция в мире по электронно-денежным контурам. У нас до сегодняшнего дня никак не появится закон о финтеках, финансово-технических организациях. И поэтому многие регионы от этого в Российской Федерации страдают, потому что они хотели бы замкнуть и изменить структуру монетарную и эмиссионную в своих регионах. Но Центробанк этого не позволяет, и это однозначно определяется как форма абсолютной прерогативы государства и в виде регулятора Центробанка Российской Федерации. Вам всем известны электронные деньги и в русской действительности. Яндекс.Мания, Веб.Мания, Яндекс.Деньги в смысле. Карточка-тройка – это тоже электронные деньги, правда, без права возможности обратного обмена, с усложненным правом обратного обмена. Но это тоже электронные деньги, где человек, отдавая свои фидуциарные, обычные фиатные средства, получает на электронном носителе в виде карточки определенные средства, которые, по сути дела, имеют хождение только за услуги, предоставляемые либо метро, либо РЖД. Это тоже электронные деньги, это тоже форма электронных денег. И таких форм на сегодняшний день в мире огромное количество. Все вы пользуетесь PayPal, все пользуетесь различного рода AppMoney, Google Money и так далее, платежными системами, Pay, Google Pay и так далее. Поэтому это такая глобальная большая история, но она связана именно с монетарной эмиссией государства. И здесь государство является и законодательным мод, и жестким регулятором. Самая бойкая и интересная часть последних десяти лет во всем мире, изначально абсолютно воспринимавшаяся финансистами, экономистами, как абсолютный фейк, бред, невозможность, каких только эпитетов к криптовалютам не представляли. Суть суррогатных денег, цифровой аналог гейзелевских денег и так далее. Там огромное количество терминов, которые применяли, пытаясь описывать криптовалюты в 2011, 2012, 2013, 2014 годах. Помните всю историю, как в 2013 году человек отдал 10 тысяч биткоинов за одну пиццу? Огромное количество историй, когда люди, да, действительно платили огромные средства, вообще не понимая, что это такое. И в играх в чем угодно, в биткоине. И, собственно, биткоин-то возник, изначально нужно сказать, да, что философия всей этой истории была заложена гораздо раньше, в конце 90-х годов. Один из величайших экономистов, ученых, математиков, философов Соединенных Штатов Америки того периода времени, Ник Саба, описал самый честный в мире вид, по его мнению, финансовых отношений между людьми, организациями, государствами, как цена одного бита информации. Один бит информации, так как это постоянно то, что нас всех постоянно окружает, и мы это постоянно вырабатываем из себя, и эквивалентом является он, сколько его оценивают, вот столько это и стоит. Соответственно, он написал по поводу этого большую работу, успел еще в свою жизнь, которая стала, по сути дела, основой для разработки структурами DARPA и АНБ в Соединенных Штатах Америки, некой формы, которая могла создать на базе децентрализованных, тогда уже об этом говорили, в начале 2000-х годов, в самом-самом начале, системы, которая, с одной стороны, может поразить, а с другой стороны, ну посмотрим, как будет жить. Ну и, собственно, изначально ее запускали как вирус паразитический для южно-восточного региона мира, для Китая, в первую очередь в рамках борьбы с финансовой системой Китая со стороны Соединенных Штатов Америки. Предполагалось, что это будет выстроена некая пирамидальная форма, которая повалит, как гигантская глобальная пирамида, всю финансовую систему и социальный устрой Китая. Эта политическая затея не сработала, и оказалось, наоборот, что это очень интересный инструмент, который более чем применим в мире. Но здесь нужно правильно понимать, что криптовалюта, в отличие от электронных денежных контуров, и от электронных денег, или цифровых денег, это частная эмиссия. И даже тогда, когда это государственная эмиссия, она не подлежит мировому сообществу, и, собственно, вот эти инициативы в виде Венесуэлы, Оэлл Коэна и прочих-прочих государств, они уконтрапупливались очень быстро мировой финансовой системой. И МВФ, и дивная структура под названием Федеральная резервная система ФРС Соединенных Штатов Америки очень быстро накладывают лапку и закрывают эти истории в виде государственных. Но частные, в принципе, продолжаются, и, собственно, это так и живет. Либо это группа лиц, либо это одно лицо, которое создает некое криптовалютное решение для тех, либо других целей. Здесь в какой-то момент времени произошла такая структурная подмена понятия, и криптовалюту решили, не решили, а так получилось, начали использовать активно для фондрайзинга просто. Ну, то есть, когда через покупку криптовалюты, типа, мы финансируем какой-то проект, и так далее, и тому подобное, мы подбираем фонды для финансирования проекта. И там возникла сразу же гигантская масса мошенников, которые, собственно, заполонили эту нишу, которые, собственно, и не создавали никаких проектов, а просто собирали, пылесосили, как мы на криптовалютном рынке говорим в этом отношении, пылесосили рынок. Собирали с людей, с граждан деньги, ну и, собственно, ничего и не собирались делать. Знаменитый бананокоин в этом отношении, огромное количество еще и европейских инструментов, криптовалютных, которые были созданы, даже не собирались делать то, что они подразумевали изначально для сбора средств. В конечном итоге, сегодняшний, вот именно на сегодняшний день, те, кто работает с криптовалютами, уже не считают это фондрайзинговым инструментом. Это действительно инструмент расчета между гражданами ЛИ, либо структурами, но в определенной системе. То есть там, где это выступает эквивалентом и занимает какую-то конкретную нишу. Где общая монетарная обычная денежная система по каким-то, либо регуляторным, государственным, либо по каким-то иным причинам не может работать. Есть множество проектов, и, собственно, я один из создателей некоторых из таких, которые занимали именно нишевые значения, где они и так сложены, как социальное сообщество, они уже существуют. И для этих людей нужно создать вот эти условия монетарных отношений между друг другом. Тогда это работает. Если вдруг изначально это не показывается глобальными миллиардами социального сообщества, это знаменитая история, как настучали по рукам большая финансовая система господину Цукербергу, когда, собственно, Либра должно было войти в жизнь человечества. Это криптовалюта, которую Facebook должен был запустить как кошельковую систему своих юзерских кабинетов, своих точек, пользования, ваших всех точек, пользования внутри Facebook. Финансовая система не позволила это сделать, и, собственно, это разумно, потому что тогда долларовый эквивалент обрел бы абсолютную бессмысленность, так как в Facebook на сегодняшний день несколько миллиардов пользователей, и, собственно, одномоментно созданная система платежная для всех, она бы и работала для всех, тогда зачем нужна долларовая учетная система и так далее. То есть это могло положить мир. А тут еще и частный имитент в виде господина Цукерберга со товарищами. Поэтому, естественно, это не дали. Собственно, второй такой элемент, тоже вы все активно слышите и видите за последнее время, это инициатива господина Дурова в рамках платформы Telegram. Соответственно, ему точно так же не дали пропустить свою собственную криптовалюту на рынок. Это запретила основная регуляторная система Соединенных Штатов Америки под названием «Комиссия по ценным бумагам». Собственно, они там законодатель МОД в этом отношении на западной части, и для Европы они тоже являются довольно значительной указивой, а для Востока сработали законы, которые, собственно, выработал в тот момент времени Китай, останавливая различного рода, подобного рода потуги криптовалютных решений. Поэтому криптовалюта – это такой мир прямо, в который ввалилось все человечество и ощутило его значимость за последние всего лишь 3-4 года. В 2017 году знаменитый хайп, который накрыл в том числе Российскую Федерацию, когда биткоин начал скакать просто баснословными скачками, начиная от 600 долларов за один биткоин и заканчивая тем, что происходит на сегодняшний день. Ну, собственно, с утра был 62 с копейками, и 62 тысячи. И, соответственно, все… Жазность человеческая штука невообразимо мощная. И все кинулись к спекуляциям, к попыткам понять, как работает система и так далее. Создавать свои собственные криптовалютные решения, и мир прямо погрузился во все это. Здесь нужно сказать отдельный аспект, еще довольно сложный экономическо-финансовый аспект для всего мира, который называется майнинг. Ну, во-первых, глубочайшее заблуждение, что майнинг был разработан прямо вместе с биткоином и для биткоина. Нет, майнинг разрабатывался как маркетинговая стратегия для продажи видеокарт, скопившихся на тот момент времени у китайских производителей в гигантском количестве, в необразимом количестве. Ходит шутка, что можно было из этих карт сложить мост до Луны. Соответственно, глобальные китайские производители, объединенные в ассоциацию, обратились с единым заказом к Силиконовой долине создать маркетинговую стратегию под распродажу всей этой шняги, которая валялась у них на складах. И, собственно, это было удачно решено в виде вот как раз понятия майнинг и приоттачено к вопросам, связанным с криптовалютой. Майнинг – это ущербная для государственной экономической модели вещь. Ну, во-первых, она точно так же паразитирует на человеческой жадности, на том, что вам прибывает из воздуха, из ничего, и просто использование электроэнергии – нечто, что дает вам символ процветания. Единственное, на что вы затрачиваетесь, теперь уже затрачиваетесь, на первичную систему майнинга. А вообще изначально майнить начинали все обычных домашних компьютерах, даже с теми мощностями, которые были еще в 2014-2013 годах и так далее. И, собственно, майнинг не приносит ничего в человеческие отношения, в экономическую структуру, в экономическую модель и государств, и общепланетной жизни, по той простой всей планетарной жизни. По той простой причине, что возникает нечто, что имеет хождение между друг другом, а по сути это некий цифровой удачный код, который ваш майнинг-ферма либо устройство вырабатывает за какой-то промежуток времени, потребляя электроэнергию. И это большая беда, но жадность – штука непреложная. И огромное количество, в том числе и глобальных инвесторов, даже на уровне государств целых, начали организовывать глобальные майнинг-пространства. Пока всех не охладил такой ледяной дождь, во-первых, сначала с падением биткоина в 2017 году в декабре месяце, и когда майнинг дошел до критической зоны при цене электроэнергии в Российской Федерации, а у нас далеко не самая дорогая, не самая дешевая электроэнергия, и тогда критическая точка на сегодняшний день стала внятна и понятна, что при цене в районе 4 рублей за киловатт в нашей системе майнинг уже неэффективен при 4,5 тысячи долларов за один биткоин. Но именно биткоиновый майнинг наберем. И эта система сейчас, вот после этих дождей, уже целых ряда дождей, и понимания глобальных экономистов, что это нарушает процессы в мире, эта история становится проблемной, и, собственно, во многих странах, мира принимаются законодательно жесткие регуляторные меры, сначала ограничивавшие майнинг и вводящие их в налоговую систему государства, а теперь уже и запрещающие майнинг, как таковой. Теперь майнинг запрещен в самом большом майнерском государстве, в Китайской Народной Республике, а за оборот криптовалют в Китайской Народной Республике на сегодняшний день уголовный срок в 7 лет. Соответственно, сейчас такой же закон, модель такого же закона рассматриваться будет вот в этом созыве в Российской Федерации. Здесь все очень шатко и очень сложно, поэтому история с криптовалютами и с тем, что вокруг этого происходит, она очень многомерная, очень сложная, очень такая требующее понимание, куда бежать, как бежать, как делать. Потом там расслоение внутри, которое здесь не описывается, но просто у нас нету такого времени, чтобы обсуждать каждую позицию криптовалют. Токены, стебл, коины, коины, их различия, функции, как это все происходит, на каких платформах, делаете вы собственный блокчейн, либо вы выстраиваете историю на блокчейне платформы Этериум, либо Эфира, либо еще на ком-то и так далее. Это огромный процесс. Здесь, естественно, я каждый раз рекомендую идти к консультантам, когда человек действительно для себя принял решение, что он идет в эту воду, ему это интересно, нравится. Во-первых, задача. Он хочет спекулировать, покупать, продавать одно решение. Он хочет создавать для какого-то своего решения коин, токен, что ему нужно и так далее. То есть это все нужно проходить с консультантами, выстраивать стратегию, а дальше, входя уже в эту воду, идти в большую-большую историю. Да, это гораздо меньше институционарные, это даже не институционарные инвестиции с точки зрения последующего финансового инструмента для рынка. Но в нем не меньше сложности, чем в любом другом. Поэтому думать и думать каждый раз. Но в свое время одному из гениев, создавшим по сути дела криптовалютный рынок сегодняшнего дня, единственному физическому лицу, которое на сегодняшний день олицетворяет рынок криптовалют в том числе, Виталию Бутырину, для базовой платформы Ethereum, ETH, приходит гениальная абсолютно мысль о создании невзаимозаменяемого токена, Non-Fungible Token, как некой единицы учета правовых отношений собственника. Изначально это все задумывалось вообще в принципе для определения как раз отношений внутри процессов цифровизации. Это именно цифровые значения. То есть мы... Вот мне принадлежит такой-то программный продукт с таким-то конкретным цифровым кодом. Вот он описан. В принципе, тогда, кстати, и определился объем кода для NFT. Объем кода составляет всего лишь 256 бит. И, соответственно, в эти 256 бит можно было уложить любое цифровое значение. То есть тогда еще, собственно, никто не задумывался, куда это пойдет дальше. Дальше группа, которая работала с платформой Ethereum и, собственно, работает дальше, было придумано, что это роскошнейший маркетинговый инструмент. Гениально красивый, со всеми-всеми делами, который можно дать каждому, играйся, сколько влезет. И они тогда создают, соответственно, структуру под названием... Ну, не они, а на их платформе была создана структура под названием OpenSea, которая радостно проживает и до сегодняшнего дня с самым большим количеством пользователей на платформе, покупающим, продающим, создающим NFT, Non-Fungible Token. И она такая вот... Не то, что демократичная, она как клака, там все, искусство, цифра, игры, что там только нет. И, собственно, эта платформа умудрилась там в течение первой недели запуска количеством входов, как практически дидос-атакой, повалить платформу ETH, Ethereum, и, собственно, им пришлось перешивать и увеличивать серверные требования для работы с NFT. И изначально это казалось, ну да, бред такой, как и криптовалюта. Ну, такой бред, прикольный, можно играться, прикольно, оформляем права в виде смарт-контракта, к которому привязан жесткий код, и отлично. Тогда возникли в 2017 году такая хайповая тема, которая первая ушла на аукцион, и называлась она CryptoKitties, криптокотики. Но там маразм дошел до того, что один из коллекционеров купил Драгона, тогда самого дорогого котика, за 600 эфиров. На тот момент времени эфир стоил где-то в районе там 1600-1800 долларов за один эфир. Тогда это уже была внушаемая сумма, вменяемая сумма, а сейчас это там больше двух с половиной миллиона долларов. Какой больше двух с половиной? Сегодня четыре с копейками с утра, ну вот, читайте. Ну вот, поэтому это такая была замануха, в которую все кинулись. Прикольно, там котики эти. Причем это самое интересное, что это очень похоже как на покемонов, так и помните котиков, которых кормили, растили, там вот в этих гаджетах таких бредовых японских. Там была такая же история, то есть ты просто на свое устройство устанавливаешь своего купленного в NFT котика. Базовые котики стоили там что-то в районе четырех долларов, десяти долларов. Сейчас никто из-за четыре не может продать ни одного котика, никому они не нужны. Собственно, таким образом на рынок завалилось NFT и вокруг этого начало расти очень много-много всяких новых решений, потому что вдруг и программисты, и архитекторы увидели упрощенную форму взаимоотношений. Это даже не жадность сработала в этой ситуации, а просто действительно так очень просто оформлять простые человеческие отношения в виде смарт-контракта и в виде одного NFT. И это не криптовалюта, это не эмиссия. У нас нету проблемы сразу заявляемые и контролируемые различного рода государствами. Это один токен. А вот сколько он будет стоить, либо он вообще не будет ничего стоить, это большой вопрос. Соответственно, если гигантское мировое сообщество, участвующее в этот момент времени на аукционе ли цены этого NFT, либо просто присутствующее в пространстве и требующее его продажи, оно определяет сколько это стоит. Аукцион определяет сколько этот NFT стоит. Дальше начался процесс, который в первую очередь прильнул к игрушкам. Ну, до момента NFT все пользователи в игрушках развили рынок добавочных монетизационных функций до безобразия, ну, собственно, уже к концу 19-го, начало 20-го года рынок вот этих вот всех фенечек в играх, ну, кто играет в World of Tanks, там пушки, уюзы, всякие наклейки там и так далее и тому подобное, это стоило всегда денег. Это монетизационный уровень любой игрушки, у каждой игрушки есть такие штуки. Рынок весь мировой подобного рода штучечек, фенечек, составил, перешагнул порог 100 миллиардов долларов. Нехилый рынок, да? Так вот NFT сейчас этот весь рынок подгребает под себя, потому что это самая простая история оформить через NFT продажу вот этих неких монетизационных форм для игр. Начали создаваться целые такие виртуальные миры. Есть такая платформа, называется Decentraland, которая, по сути дела, любую свою функцию, там такие, как лего, всякие персонажи бродят, делают, там и так далее. Она как и в игровой форме существует, так и в жизни, там с точки зрения чатовых, взаимоотносительных всяких историй и так далее. И там же есть аукцион NFT, который, по сути дела, распродает вот эти вот функции того, как вы там живете. Что происходит с этим, как происходит с этим и так далее. И там оборачиваются огромные деньги на сегодняшний день уже, и это такая серьезная история, которая вот абсолютно четко живет. И большинство разработчиков игрушек и те, кто владеет уже разработанными большими массивами игр, сейчас с NFT просто вот прям ищут формы, где и как они могут пристроиться к NFT-продажам, как они могут в свои платформы встроить NFT-продажи и так далее. Рынок NFT в этом году перешагнул, во-первых, в середине года 2,5 миллиарда, в сентябре перешагнули 3,5 миллиарда. Естественно, таким драйвером всего этого рынка и хайпа этого рынка является искусство и то, что вы слышите и с такими глобальными значениями собственно позиции, которые были проданы в 2021 году, это знаменитая история с 5000 дней. Это известный американский художник, европейский американский художник, который написал за несколько лет 5000 работ, уровень качества не будем не искусствоведы, не будем обсуждать в данный момент времени. Он их спалил на камеру собственно и под это был выпущен до этого снятый единый огромный файл всех 5000 работ в высоком разрешении, но собственно был под этот базовый элемент был снят создан NFT, он был продан. Аукцион был закрыт на 73 миллионах, хотя официальные данные 69,3 миллиона долларов был продан этот продукт. Соответственно, ну опять же там великие Бамфи, ну кого не назовешь там на сегодняшний день все практически отличились в рынке NFT. То же самое в музыке в последнее время есть треки, которые продаются уже довольно за большие деньги, уже там перешагнули планку в миллион долларов за один трек и собственно это тоже работает на сегодняшний день. И искусство действительно стало драйвером в этом направлении. Теперь оно пришло и в литературу. Наш с вами соотечественник, один из великих байкеров и бизнесменов Российской Федерации Максим Привизенцев и прекрасных писателей 21 сентября продал и первым в мире продал последнюю главу своей книги «История мира как здания», как NFT. Ушла она с аукциона Binance за 7000 долларов и собственно это показало, что литература тоже присутствует в NFT пространстве. Инструментов огромное количество. Здесь как раз стоит код, который за 5,4 миллиона долларов был продан. Это знаменитая тоже история, то есть это одна из кодировок прописанного кода, которая была продана просто с аукциона как NFT. Поэтому NFT на сегодняшний день это такая уже не совсем игрушка даже, это глобальный мировой рынок, который просто туда начал нестись в последнее время. Но если бы сравнивать, допустим, с миром криптовалют, рынок NFT находится на сегодняшний день в состоянии, ну допустим, криптовалютного 2012-2013 года, все только начинается. Компания Nike в прошлом году оформила все свои ноу-хау, новые линейки Nike как NFT и сама же выкупила этот NFT для того, чтобы он находился у них как полное абсолютное право пользования данной конкретной моделью создания ее, ноу-хау ее и так далее, и так далее, и тому подобное. Очень часто NFT применяется как реклама для какого-то конкретного уже существующего инструмента. Допустим, не так давно одну из цифровых работ за 150 тысяч долларов купила Visa для того, чтобы ее использовать в рамках своей рекламной кампании, и это конкретно показывает, что они присутствуют в рынке NFT, но плюс Visa как бы активно работает с крипторынком, они были одними из первых, кто создал совмещенный кошелек электронных денег, соответственно, обычных фиатных средств, банковских средств на карточке вместе с криптовалютными, которые одномоментно обмениваются через конкретно их расчетно-кассовый центр. И сейчас у них есть такая карточная система, которая называется Crypto.com, которая, собственно, и работает как реальный такой быстрый карточный обменник между криптовалютами и электронно-денежными. Сейчас они собираются пришивать NFT-кошельки к уже существующим инструментам Visa, и MasterCard тоже посмотрит в эту сторону, как расчетно-кассовые системы. Рынок резко растет, прирастает иксами и используется в самых различных направлениях, как я уже сказал. По сути дела, это фиксация права, и не только авторского, прав собственности. То есть, причем сейчас очень активно развивается рынок гибридного NFT, где не просто цифровое значение в правах собственности переходит к новому собственнику путем купли-продажи, а где абсолютно четко переходит сам объект собственности. Этим активно сейчас занимаются Sotheby's, Christie's, то есть произведения искусства реальные, продаются как реальные, но за счет инструмента NFT и смарт-контрактов. И это работает, и очень неплохо работает, есть быстро развивающаяся, созданная, как и собственный Binance NFT-платформа в июле этого года, была создана Must Expensive, лондонская платформа, которая занимается как раз на 95% на своей платформе, они занимаются именно гибридным NFT в самых различных сферах. Сигары продаются за NFT, как NFT, продаются различного рода устройства, авторские продукты, элементы коллекционирования с автографами, и так далее, и так далее, и так далее. Мир летит в этом направлении. И только сейчас даже футуристы не могут придумать, как будет использоваться NFT через короткие промежутки времени. Все может быть оцифровано в виде NFT. михаил Прохоров в прошлом году начал вкладываться активно, вы знаете, это один из великих российских финансистов и олигархов, начал активно вкрадываться в цифровую платформу, которая называется Sensorium Galaxy. Это абсолютно виртуальная платформа, причем VR, в которой переводится на сегодняшний день концертная либо развлекательная жизнь человека. То есть вы одеваете на себя VR-очки, если у вас есть билет на этот конкретно взятый концерт и у вас есть аватар существующий в этой системе, то вы присутствуете в виде этого аватара на этом концерте, разглядывая все это в VR-очки. Это событийный ряд огромный первый концерт должен быть на днях Дэвида Гетты. Соответственно и сам за аватаре нацифрован сам артист и собственно процесс игры происходит, он где-то в студии играет вживую, но точки его аватара работают, как вы видите цифровую модель его аватар. Это VR-платформа, которая сейчас активно использует на сегодняшний день и рассчитывает себе NFT-стратегию. потому что в этом случае у вас есть очень много внутренних точек, там продаются коктейли в баре, но только вы их пьете через VR, ну то есть как бы чувственно вы по вкусу не ощущаете этих историй. там можно разговаривать друг с другом, там происходят какие-то моменты общения и так далее. То есть это действительно и назвал, ну просто вы присутствуете в другом VR-мире, но вы присутствуете практически как ваша цифровая модель. И там создаются как раз вот эти опции NFT, галереи NFT создаются на этих пространствах и так далее. Сейчас, кстати, тема галереи NFT, где уже собственник non-fungible токена может разместить либо платно, либо бесплатно свой объект, который он купил, они очень активно прирастают на сегодняшний день как платформенные решения в мире. Но так как у нас лекция это сегодня визионерская, то хочется это как раз определить на основе того, что я уже рассказал, вот эти моменты, которые связаны с тем, что является по сути трендами на ближайшее время. И это вот красивая история с NFT, да, это тренд, но что является глобальными трендами в процессе цифровизации, куда бежит мир? Мы затронули историю квантовую, да, это глобальный тренд, он способен поменять сам процесс цифровизации, изменить скорости, изменить точку понятия информации, ее обработки, изменить структуру и наработки, и куда полетит дальше инженерная человеческая мысль, либо мысль в принципе, что создавать из этого, и что с этим делать, пока что только Богу видно, либо как раз футурологам с точки зрения какого-то там видения нового мира, да, дроновые системы, биосистемы дополнения инклюзии, протезы и так далее, и тому подобное, дроновое движение, изменение структуры логистики, кстати, которое очень сильно стало вызовом и показало тот самый проблему психологического вызова, дроновое движение в логистике, изменение структуры логистики в Соединенных Штатах Америки в 2017 году в сентябре месяце был принят закон о дроновом движении, то есть это специальные выделенные полосы на хайваях, на которых будут двигаться дроновые перевозчики, то есть фуры без водителей. Изначально казалось, что социально это не особо большая проблема, когда тему изучали эксперты в Госдепе и в структуре управления Соединенными Штатами Америки, это не казалось социальной проблемой, ну 4 миллиона драйверов, водителей, грузовиков, ну как-нибудь справимся с их трудоустройством последующим и так далее. Но буквально через месяц вхождения в силу закона эксперты начали понимать, какая социальная прорва лежит за этим законом. Система логистики Соединенных Штатов Америки это 32 миллиона человек. Это придорожные заведения, различного рода системы обеспечения, обеспечения самой дороги, страховые компании, логистика сама как таковая, структура зацепа и так далее и тому подобное. Все это уходит в цифру. И там не присутствует человек. И 32 миллиона американцев оказывается на улице. Система рухнет одночасно, это революция, это люди выйдут на улицу, им есть нечего будет. Естественно, все было приостановлено, дроновая система требовала повременного входа. Оно постепенно движется сейчас в этом направлении и у нас тоже в этом направлении. У нас тоже говорят о том, что как раз между Москвой и Казанью дроновый хайвей должен заработать в ближайшие годы. Посмотрим, на все будем посмотреть. Здесь предсказывать какие-то конкретные вещи сейчас невозможно. Но вот то, что дрон как таковой способен на сегодняшний день изменять структуру оценки различного рода ресурсов, глобального понимания того, что у человека на планете вообще есть, либо какие проблемы у человека сложились. Это однозначно. Дрон может залететь туда, куда не может двинуться человек и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это огромное количество возможностей. Соответственно, это тоже процесс цифровизации и та же самая квантовая система способна и этому дать довольно сильный пуш. То, что касается объединенных управленческих платформ, это тоже тренд нашего времени, и в кратчайший год, два, три, это прямо объединяющие системы и понимание абсолютно другого уровня. В этом направлении двигаются и гигантские мировые корпорации типа САПА, которые создают действительно уже такие агломерационные, большие, даже можно назвать, экосистемы управления, где многие управленческие функции уже внесены цифру, и человеку не нужно заниматься оценками, пониманием того, как то-либо другое управленческое решение возникает. Он уже принимает решение на основании того, что ему выдала платформа. И, соответственно, так как на сегодняшний день это базовые модели, то к ним нужно присоединять много дополнительных функций. И причем это не важно, в какой области промышленности либо экономики вообще применяется то-либо другое управленческое, автоматическое управляющиеся системы. АСУ применяется в чем угодно, от производства металла и высокой промышленности и космоса до, не знаю, управления канализационными потоками и водой в кране. То есть здесь реально рынок ищет каких-то коллаборационных, именно глобальных новых возможностей и их видения вот этими новыми архитекторами, которые сейчас придут на рынок. И сейчас будут предлагать какое-то новое видение в процессах цифровизации с точки зрения именно этого направления. То, что касается доверенных платформ, да и вообще экосистем, здесь скорее модель должна уходить из профессиональной области, потому что доверенные платформы в основном последние годы создавались как такое платформенное решение для различных профессиональных сообществ. То есть где каждый давал свое решение той или другой задачки и вкладывал это в общую платформу видения, в общую платформу обработки данных либо какого-то конкретного решения. Сейчас это вываливается на пользовательский рынок. Пока это централизованные решенческие вещи, вы их видите в виде российских экосистем, кстати, которые пока бегут впереди планеты всей, это экосистемы Сбербанка, экосистема МТС и так далее, где накидывается много пользовательских решений в одну форму платформы, именно доверенной платформе. Но это все направляет и централизованно этим всем руководит, регулирует одна управленческая история, то есть в виде МТС, либо собственника, либо Сбербанка. Пока это очень дорогостоящие игрушки, Сбербанк до сих пор не вышел на прибыль в своей системе, экосистеме. Экосистема на сегодняшний день при их подходе к IT решению экосистемы Сбербанка, она на сегодняшний день очень дорогостоящий инструмент, и оказалось, что это такая высокая проблема. И не только по трафику, но и по количеству кадрового резерва, решений, кадров во всей этой истории. Поэтому здесь говорить о том, что это вот прямо уже существует, и мы бежим вот в таком направлении, вот так он выглядит, нет. Здесь креативная возможность для каждого человека, ну просто баснословно велика. Вообще креативный склад в той самой конвергенции профессиональной на сегодняшний день цифровизации, в конвергенции мышления, многофункционального мышления, много знаний, конвергентных знаний, много их, разных из разных сфер, и технических, и гуманитарных, и социологических. Вот это вот все вместе вкопленное в одну голову одного интересного архитектора с пониманием того, как это платформенно решить, зачастую, как вот конкретно в виде господина Бутырина, либо там в виде Стива Джобса в какой-то период времени в его коробке, когда это все складывалось и создавало новые прорывные движения, ну мир меня, эти люди реально меняли и меняют мир до сегодняшнего дня. И, кстати, многие эксперты говорят о том, что смерть Стива Джобса не дала миру огромное количество продвиженческих возможностей, потому что нету такого, он исчез, Илон Маск не стал таким практическим лидером для вот целой гигантской индустрии в системе IT-гаджетов и всего, что вокруг этого пляшет. но это все 2-4 года и мы говорим о каких-то конкретных историях, где на сегодняшний день ведутся уже работы и куда движется мир и что мы как эксперты видим, что нам перепадает на осмысление, на определение, на видение, куда нас привлекают не только экспертами, но и архитекторами на какие-то решения. А что же из себя представляет мир лет Эндек через 9-10? Самые смелые футуристические вещи могут быть осуществлены. Ну, во-первых, я обычно, когда перехожу к подобного рода слайдам, вспоминаю, кто вспомнит, в каком году появился первый айфон? Правильно, абсолютно. 2007 год. Всего 14 лет, да, мир поменялся с точки зрения гаджетов в корне. И по массиву данных, которые гаджет втягивает в себя и возможностей к обработке, в 80-е годы ИВМ соответствовали сегодня самым слабым моделям гаджетов. Гигантские, размером в футбольное поле ИВМ. Быстрота прозрения и опять же гениальность Стива Джобса в тот момент времени ни с чем не сравнима и роль личности здесь абсолютно. В 2007 году BBC брала интервью одного из лидеров цифрового рынка, тогдашнего COC, главы директора Microsoft, корпорации Microsoft. И в интервью был задан вопрос, вот Стив Джобс сейчас анонсирует создание, не создание, а выводы на рынок уже тогда, первого айфона, и он заявляет о какой-то новой философии потребления в этой ситуации, что это будет статусная игрушка, или не игрушка, а гаджет, уже тогда звучало это слово, в руках человека, и что за этот статус действительно нужно платить 500 долларов. Человек в этом интервью, будучи главой Microsoft, вслух истерически рассмеялся, рассказав историю о том, что в тот момент времени они по 99 долларов, постоянно понижая цену, не могут распродать ни одного, вернее, очень трудно продают по миру свои устройства. Где мы живем сейчас, и сколько стоят гаджеты, и какой функции они обладают, и так далее. Поэтому скорость изменений, она просто катастрофически быстрая, и быть футурологом на сегодняшний день дико сложно, потому что завтра это уже может быть реальностью. Но при этом мы помним, что и Жюль Верн написывал подводные лодки еще до того, как они возникли, и первые люди, которые описывали Циолковский, описывал полеты в космос, и до сих пор его многие мечты не сбылись, описанные как футурологические модели, и огромное количество всяких историй, связанных с фантастами, прямо прямыми фантастами на сегодняшний день осуществлены. Герберт Уэллс, Стивен Кинг, и даже простые социальные истории вплоть до пандемии были описаны в разные периоды времени футурологами и фантастами. Так вот, с моей точки зрения, в 2030 году человечество в принципе уже начало пытаться себя загармонизировать, создать баланс между прорывными зазывными бегами в мир цифровизации, и реально хорошей жизнью, рубкой дров, построением домов качественных, каких-то историй, связанных с жизнью в деревне, еще что-то. То есть простые человеческие ценности сгармонизированы с цифровыми значениями и с тем, как мир упростил себе жизнь в этих цифровых значениях и живет в гармонии. Сейчас это сложно достигаемый фактор. Я говорил о психологическом разрыве, это действительно истерия на сегодняшний день. В прошлом году пришлось принимать и выводить в мир большой документ, который подписывали очень многие лидеры мировых движений, который называется договор 2030. Это договор между цифровизаторами и традиционалистами, как раз те, которые преследуют требования традиционалистских, по сути дела, зачастую религиозных воззрений на жизнь и то, что касается прорывных решений цифровизаторов. Кроме того, что я сказал про документы оборота деньги, требования к тому, чтобы прекратили чипировать людей и так далее и тому подобное. Хотя та же самая Норвегия добровольно на сегодняшний день зачипировала 32% граждан и радостно продолжает чипировать. И Швеция тоже идет в этом направлении. То есть это упрощается. И те, которые принимают это для себя, они принимают, что носить паспорт лучше вшитым в руку, чем таскать с собой в виде большой бумажки. Это их право, это их видение. Но в то же время со стороны цифровизаторов есть в договоре такой важный пункт, так как я как раз был консультантом и подписывал со стороны всех, начиная от Билла Гейтса и институтов американских до нас здесь живущих цифровизаторов. Там есть такой пункт, что прекратить демонизировать цифровизацию. То есть вот это вот крики о демонизме гаджетов в церкви и так далее и тому подобное. И вон отсюда, если у тебя есть QR-код и ты привился, ну бред. Это точно так же, как в одну сторону бред. Нельзя загонять человека, это мое глубочайшее убеждение, в какие-то требования абсолютно жестких цифровых значений. Также нельзя в обратную сторону гнать. Человек должен сам выбирать, где ему легче, как ему легче и что с ним будет происходить. А вот здесь как раз вопрос к тому, что было на одном из первых слайдов, вопрос к медиакратии и к манипуляции и к тому, что происходит в этом направлении. Ведь дело в том, что огромное количество наших потребительских ценностей, воззрений, желаний сманипулированы, в том числе и процессом цифровизации. нам объяснили, что нужно выглядеть так-то, и это модно, и это объясняют ежедневно, ежесекундно. И в рамках медиакратии это очень просто, когда вываливается огромное количество объема информации через телевизионные системы, через интернет, через все структуры подачи чего угодно, информации подачи. И это стало проблемой уже. Человеку очень трудно определиться, а где правда, где ложь. Я сегодня у вас в гостях в городе, который больше всех затронул Афинка, из всех российских граждан. Здесь потеряли больше всего денег, здесь больше всего пострадали люди. А ведь, ну, давайте задумаемся. Старшекласснику с минимальными математическими навыками должно быть понятно и азами там ОБЖ, что не может быть 30% прибыли в месяц. Но это бред. И если вы обратитесь к любому трейдеру, игроку на криптовалютном рынке, он вам объяснит, что рассчитывать на работу ботов с доходностью в 30% в месяц нереально. Соответственно, на что люди повелись? В жадности своей? На чистый хайп? Ужасно. Но это тоже правда нашего сегодняшнего дня. И этого нельзя допустить. Социум, люди должны наоборот как-то начать вменяемо понимать, что они не построят гармоничный мир 2030 года без вменяемости, безосмысленности осознанности, безосмысленного и осознанного подхода к цифровизации, безосмысленного и обоснованного подхода к традиционным ценностям. Что-то нужно в виде багажа брать с собой и идти с этим вперед. Наследие предков не всегда плохое, а вернее всегда неплохое. В традициях есть очень много всего хорошего. Оцифровывая кулинарные книги, мы же не отказываемся от рецептов наших предков. Это вкусно тупо. Мы не отказываемся от того, что происходило в какие-то периоды времени. Но правда в последнее время активно манипулируется история человеческая, создавая там за счет цифровизации как раз малька подшаманивая, что там было, в какие периоды времени история у человека. Но как раз сейчас цифровизация дает возможность еще за счет фиксации того, что происходит, понять, что нашим потомкам не удастся рассказать какую-то другую историю про нашу жизнь, так как собственно это происходит в цифре, это все зафиксировано. Поэтому цифровой след, который пытаются определить как цифровое рабство, я абсолютно не считаю препятствием будущему, это не рабство. Это нормальная история. Зачем себя прятать? Да и не спрячете вы никто в мире на сегодняшний день, кроме там этнических племен Амазонии и Папуановой Гвинеи, спрятать себя собственно и не может. В 16 лет вы идете получать паспорт, иногда и раньше. И все ваши цифровые данные вносятся в единую базу данных, которая не только нашего государства, но и общепланетарная в большинстве своем. А дальше к этому, отрабатывая ваши модели по соцсетям, к вам начинают добавляться всякие функции. Без вашего ведома, это вам и не нужно. А с вашего ведома вы идете и делаете карточку в банке, где ваш QAC личные данные полностью вносятся во всех аспектах. А дальше вы еще 20 раз во время получения визы, либо куда-то поступления проходите интервьюирование, где тоже описываются ваши данные. И о каком же изменении мы будем говорить сегодня, когда нас там загоняют в какое-то цифровое рабство. Да никуда нас никто не загоняет. Можно использовать те базы данных, которые уже созданы, и для этого QR-кодирования применять не нужно. Но какие-то вещи действительно есть в виде манипуляции, они упрощают на сегодняшний день. Так вот, заканчивая свою сегодняшнюю лекцию, я хочу сказать, что я очень верю в гармоничное и счастливое будущее человечества в 2030 году, где цифра будет сопутствовать зеленой растущей травке, теплому, красивому солнцу, нормальному, вменяемому человеку и его естественной жизни. Где будут летать летающие такси, прекрасные дроновые перевозчики и логистика и так далее. Кстати, такси летающие уже существуют в Дубае уже испытывали модель. Поэтому 2030 год мне кажется счастливым и радостным. Я очень надеюсь, что те социальные эксперименты в виде пандемии и всего прочего не дадут катаклизмически изменить наше будущее. Спасибо вам огромное за то, что послушали. Спасибо огромное за содержание и за такую глубину. Друзья, у нас есть возможность пообщаться, задать вопросы, которые сейчас возникли. Прямо предлагаю в режиме такого свободного микрофона поговорить. Да? Вот я примерно понял вашу модель мира, то, что все должно быть цифровано и вот большинство будет работать на электричество. Вот задается такой же вопрос, например, как с машинами описали, с кадровым отделом большинство людей останется без работы. Что можно с этим сделать и куда их переместить? Ну, во-первых, это уже происходит. Профессии бухгалтера, юриста во многом уходят в небытие и много профессий на сегодняшний день исчезает из обычной нашей с вами жизни и люди, им нужно что-то делать. Ну, во-первых, нет восполнения кадрового, слава богу, это начали останавливать в процессе, и это слава богу. А то, что куда же переучивать других? Ну, смотрите, во-первых, я верю в то, что большинство бухгалтеров, юристов и других специальностей, которые не востребованы в будущем, они вполне себе хорошие художники, певцы, музыканты, то есть творческое применение вполне себе. Многие из них, если погрузятся как раз в процессы программирования, архитектурного видения процессов цифровизации и так далее и тому подобное, добро пожаловать. Если они будут переобучаться, собственно, сейчас дополнительное образование дает возможность абсолютно по-другому перестраивать собственную жизнь. И возраст для этого не помеха. Ты можешь приходить в любом возрасте и пытаться осваивать новые знания, новые навыки для того, чтобы внедрять их не только в свою жизнь, но и строить чью-то другую жизнь. Поэтому появляется огромное количество новых профессий, которые требуют на сегодняшний день кадровой подпитки. Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно 120 тысяч ежегодно выпускаемых специалистов IT-индустрии в Российской Федерации. На сегодняшний день мы еле наскребаем 35-38 тысяч. Плюс подоб образования, но пускай мы докатимся в ближайшие пару лет, даже в следующем году, до 50 тысяч. Из них, как показала статистика, до 30% уезжает за рубеж Российской Федерации. Соответственно, где наши-то кадры? Поэтому это все востребовано со всех сторон. Ни в коем случае нельзя разочаровываться тому, что я вот завтра теряю работу по сокращению кадров, потому что специальности исчезают. Нет. Нужно идти и искать себя в абсолютно другой сфере. И здесь очень важный аспект, еще один, который исследован только в последние годы активно, это вопрос обновления знаний и изменения структуры навыков. Это исследование делал Токийский университет совместно с Гарвардом и с Калифорнийским университетом. Это исследование по поводу того, как быстро меняются знания, необходимые каждому человеку в мире. Оказалось, что 50 лет тому назад для обновления знаний требовалось 30 лет, то есть не требовалось, а человеку потребность через 30 лет возникала обновить знания. Он проживает жизнь и вдруг начинает задумываться, это тот самый интеллектуальный разрыв между поколениями, о котором всегда говорили. Тогда было 30 лет. То есть это было 50 лет тому назад. 5 лет тому назад требовался уже всего один год, потому что за год менялись парадигмы целые тех вещей, которые естественно нас окружают. В жизнь входили абсолютно новые устройства, изменялась структура пользования чем-либо, деньгами, теми же самыми, карточки, пейпалы, апп-сторы, в принципе вообще взаимоотношения с товарной продуктовой группой изменилось, онлайн и торговля, все остальное, все поменялось. Так вот это год обновления знаний и как этим пользоваться еще, ко всему прочему. То есть навыки некие нужно обновлять. а начиная с 2019 года для обновления знаний человеку необходимо 15 минут. То есть каждые 15 минут в мире возникает какая-то новая форма знаний, которая требуется ему для того, чтобы он жил в нормальном режиме, ощущая себя современным передовым человеком. Естественно, в рамках подобного рода движения знаний, образовательных систем онлайна и всего остального естественно люди переобразовываются в новые формы востребованности. Вспомните вас еще тогда многих не было. Откуда могло возникнуть название тестеров в системах игровых систем? В 90-е годы это себе невозможно было представить. Сейчас это профессия сидеть тестировать игрушки либо софт. Можно я про вас немножко чуть-чуть подсвечу в русле тех вопросов, про которые вы спрашивали. Дело в том, что, Руслан, вы, наверное, и являетесь примером сборного комплексного компетенции, потому что начинали вы как студент Щукинского училища, еще раньше как студент живописного училища, дизайнер, архитектор и резко по дереву, актер получается потом ушедший и докторскую защитившую по юриспруденции, по этнологии и по цифровизации культурных ценностей большие проекты, а сейчас разработка в области крипторешений и платформ в части новых инструментов мессенджера и других решений, которые сейчас выводятся на рынок. Но мне кажется и это показывает многообразие и спектр, что одно образование когда-то полученное, но потом например, и мне кажется за этим и наше с вами будущее, когда мы быстро перестраиваемся и себя представляем некий конструктор с четким пониманием, а что мне нужно в ближайшие три месяца. И это не 5-10 лет, а в ближайшие три месяца. Мы этому учимся. Сейчас появился такой термин, который является пока еще проблемой, так как не имеет регуляторной системы, называется YouTube образование. То есть когда вы по любой тематике, как испечь пироги, как собрать космический аппарат, получаете некую YouTube лекцию и пытаетесь дальше это встроить в себя как в навыки. Это проблема, потому что там гигантское количество тех, кто не понимает того вопроса, о чем они говорят. Они просто так продают в себя. Это тоже их инструмент заработка денег, и это тоже их профессия. YouTube вещание. Слово блогер тут сложно применимо, но все-таки больше к нормально вменяемым творческим людям должно применяться. Не беру госпожу Бузову и прочих. Но функционально в данной ситуации соответственно все равно так или иначе вот это онлайн образование, неважно ютюбного формата либо какого-то другого, оно приведет к каким-то нормам. Останутся действительно серьезные профессиональные люди, которые будут онлайн образовывать. Правда, есть специальности, которые нельзя образовывать онлайн. Но я не верю, что в домашних условиях по ютюбу может вырасти хороший хирург. И лечь под нож ютюбного хирурга я точно не хочу. Спасибо огромное. Есть ли еще вопросы? Потому что у меня все горячий вопрос, друзья, можно ли создать NFT прямо на любые решения, которые у нас есть? У меня дома есть ряд картин, которые я иногда рисую. И можно ли, например, мне монетизировать мои картины? Любые решения, которые я рождаю как исследователь, как ученый. У меня тоже есть степень ученая. И у меня есть вещи, которые я, например, создаю как автор. Можно ли мне создать свой NFT и продать его? Создать можно, но жадность вас говорит, Татьяна Юрьевна. Шучу, конечно. NFT можно создать на все, что угодно. На то, что вы сегодня написали три строчки презентации, эта презентация будет вашим личным NFT, потому что если вот этим будет кто-то пользоваться, оно оформлено как NFT. Соответственно, я могу выставить такие берега, что, собственно, либо мне за это должны платить, либо я это предоставляю паблик-домейн и дарю всему миру. То есть любой вариант отношений, он возможен. Соответственно, любое творчество в любой модели, цифровой, художественной, музыкальной, какое угодно. Вот все, что делает человек, шаг шагнул, зафиксировал, как NFT, и чудесно. Сложно это сделать, нет? На сегодняшний день это относительно простое мероприятие. Весь вопрос заключается в том, что вы попадете в такую гигантскую прорву. Но платформа OpenSea и платформа Rarible, они открытые платформы, не требующие денег. У биржи Binance, биржа номер один криптовалютная в мире, у нее усложненная система подхода к NFT, более сложная. Расскажу и простой, и о сложной. Простая история OpenSea, вы открываете себе, открываете ваш телефон, заходите в Google Play либо в AppStore и, соответственно, скачиваете OpenSea. Дальше у вас установилась программка, вы там проходите некий набор QoS, там ды-ды-ды-ды-ды, там вы прошли, вам открылся кабинет. Компьютерный ли, гаджетовый ли, это не играет роль. Дальше вы видите строчки, идущие с указанием таких пластов гигантских этих NFT, которые сейчас, в данный момент времени идут на аукционах. Соответственно, это может быть изобразительное искусство, там цифровые значения, игры, музыка, все что угодно. Заходите, то что вас интересует, смотрите, смотрите цены на этот момент времени, примеряйте. Видите, что, о, прикольно, а я вот делаю то же самое, и в этот момент времени хотите создать NFT. Вы в своем кабинете создаете файл, кликаете создать NFT, дальше вам приходит подтверждение, и NFT создан. Вы проходите подтверждение, на какой, в каких рамках вы идете на аукцион, и когда это будет происходить, и в какие периоды времени. И все, и вы там находитесь. А вот то, что касается, допустим, модели Binance, здесь как раз, ну, они таким образом себя обезопасивали в некоторой степени. Здесь сложности есть, потому что вы изначально пишете заявку на Binance для того, чтобы вам открыли кабинет NFT. И когда вам открывают кабинет NFT, ну, то есть, согласились, там, когда вы пишете заявку, вы должны описать, типа, что вы вообще хотите сделать в виде NFT. Там, картину действительно, там, оцифрованную, неоцифрованную, как гибридный NFT, еще что-то выставить, там, и так далее. Чем будет ваш NFT? Какое право собственности вы продаете через аукцион? Дальше, если Binance согласился, их руководство согласилось, соответственно, вам приходит согласие, вам открывают кабинет, вы заходите в кабинет, опять же, вам предлагают сроки проведения аукциона, вы загружаете файл, либо в хранилище, либо куда-то, в зависимости от объемов, и вам создается связка, ну, как в торренте, как в чем угодно, то есть связка на файл скачивания. Дальше это оформляется смарт-контрактом, вы можете править этот смарт-контракт, вам дается базовая модель, и возникает NFT-отношение с определенным смарт-контрактом. Все, конец истории, дальше возникает аукцион, и Binance вмешивается в продвижение только в последнюю неделю, они действительно через все сообщество раскидывают информацию о текущем аукционе, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и, может быть, к вам зайдут. Заниматься хайпом своего произведения на любой мировой платформе должны вы сами. Спасибо. Я бы не лачим вечером заняться. Спасибо огромное. Да, конечно. Как вы относитесь к такому достаточно распространенному мнению, что система NFT очень отрицательно влияет на природу и способствует глобальному потеплению? Это хороший хайп, прикольная фенечка. Никак не отношусь, потому что это неправда. Это происходило в момент, когда это связано с заявлением, в том числе, Виталия Бутырина, что ему просто сейчас неудобно объемы платформы и серверов этериума. И так под завязку были загружены работы с криптовалютой. А NFT начало отвлекать огромные объемы. И это большое количество электроэнергии. И он сам начал пропагандировать тему, что мы сжем электроэнергию, соответственно, мы влияем на атмосферу и на все остальное. Тогда майнинг, простите, это просто то, что нужно уничтожить в один день и запретить по всему миру. В этом варианте. И вторая составляющая, почему я скептически, собственно, тот же самый Виталий Бутырин в одном из своих последних интервью говорил о том, что они готовы перенести всю NFT-систему на платформу L2. L2 это другая система серверов, другая система хранения, другое энергопользование. И то есть оно будет более выгодно. На самом деле это такая провокация на то, что давайте все свалим на L2, чтобы не нарушать экологию. Вообще, экологическая проблема на сегодняшний день привязанная к цифровизации это такой огромный жирный вопрос, потому что львиная доля ученых показывает несостоятельность и доказывает несостоятельность в процентном соотношении количества проблем, создаваемых атмосферой жизнедеятельностью человека и просто природа. То есть один вулкан выбрасывает больше в атмосферу СО2, чем за несколько лет вся планета в виде жизнедеятельности человека. Ну, соответственно, корреляции не те. Но так же, как ЗОЖ, как и все остальное, это же выгодно. И, соответственно, всегда нужно в природе искать знаменитый символ маленького принца. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы. Ну, у меня очень такой практичный вопрос. Казанский университет является обладателем больших архивов, каких-то уникальных книг. Что бы вы могли порекомендовать университету? Что он может из этого извлечь и какие есть риски? Ну, риска, в принципе, если мы говорим о возможностях NFT, практически никаких. Наоборот, я бы это рекомендовал сделать. И мы сейчас разрабатываем такую же историю с Московской консерваторией и, собственно, с институтом Иполитова-Иванова, где я возглавляю экспертный совет по цифровизации, где нотная история оцифровывается на сегодняшний день и практически почти полностью оцифрована. Гарантировать, что какие-то архивные документы будут востребованы как NFT на рынке, маловероятно, но при всем при этом вполне возможно. Ну, то есть, это покажут аукционы. Но зато в любом случае код, который возникает в виде NFT каждому произведению, оно крепит за данным архивом права собственности на то, что оцифровано конкретно в Казанском университете. И это права собственности, которые принадлежат здесь. Не вопрос о нарушении авторских прав либо еще чего-то. Это просто права собственности. У нас есть. Как формуляр в библиотеке, у нас есть эта книга. На этом можно создавать широкое платформенное решение для пользования оцифрованными уже историями и так далее. Для студентов, для разных систем. Само NFT как инструмент становится просто проводником этой фиксации. и каким-то решением для внутреннего платформенного решения. Вообще, с точки зрения затрат на создание таких платформ, которые расторговывают NFT и становятся аукционами NFT, это не такие глобальные затраты. Так что университет в конечном итоге из этих же фондов может в конечном итоге сам пойти на то, чтобы создавать на университетской базе собственную лабораторию NFT. И в этом случае студенты ЛИ, архивы ЛИ, педагоги ЛИ будут пользоваться этим платформенным решением здесь. И эта лаборатория будет создавать NFT для тех, кто находится в рамках комьюнити Казанский федеральный университет. Спасибо. Но триггером может послужить архив. А вот этот формуляр он тоже может быть. Конечно. Его можно отдельно еще сделать токеном. Конечно. Спасибо. Да, есть еще вопрос. Вообще, насколько было вам ценно, полезно? Да, что-то, что-то было мы как кулучи с Ольгой не можем без этих вопросов. Что для вас было ценным, полезным? Коллеги, поделитесь обратной связи. Вот вопрос такой. Какая нормативная база стоит за NFT отношениями? То есть, какими… Не в ноль на сегодняшний день, в этом тоже свое счастье. А тогда с какими правилами играть? Эти правовые отношения и нормативная база определяется самой платформой Ethereum изначально. То есть, эфир ее создал. Ну и, собственно, дальше правовой базой является исключительно смарт-контракт. То есть, по сути дела, NFT – это цифровая связка с неким описанием смарт-контракта по правам собственности. И вот здесь возникают естественные правовые коллизии. Ну, допустим, если вы продали как гибридные NFT уникальную картину 17 века, которая не имеет права перемещаться из Российской Федерации, а покупатель у вас из Лондона, то в смарт-контракте должно быть указано, что вопросы перемещения – это вопросы покупателя. И, соответственно, правовые нормы некоторые здесь возникают. Но принципиально само создание NFT на сегодняшний день не регулируется ничем и нигде в мире. И так как это непонятно, к чему отнести, это не криптовалюта, это не какое-то конкретное что… Ну, то есть, пока это трудно определить. Это правовая коллизия взаимоотношений между одним собственником и другим собственником при продаже, либо вообще того собственника, который сам для себя… Есть такие случаи, их уже очень немало. Люди, которые для себя, для фиксации создали NFT и себе оставили. Они их не собираются продавать. Целые коллекции оформляют и платят за это огромный день в NFT и оставляют себе. Они их не выносят на продажу. И в этом случае нету регулятора. Нет. Авторское право распространяется, если вы взяли чужое. Соответственно, если вы взяли книгу автора соседней комнаты по общаге и издали как свою и оформили ее в NFT, естественно, по авторскому праву вы нарушили закон. Но для этого ваш сосед, который написал эту книгу, должен доказать, что он ее написал. Ну и так далее. То есть пока, еще раз повторюсь, пока регуляторных мер и правовых отношений по NFT в мире не возникало. Еще один вопрос. Вот. Кто-то картины хотел отцифровать, да, и то есть начать продавать. И я, например, могу так же поступить со своими какими-то литературными потугами. Но кому это надо? Правильный вопрос. Абсолютно правильный вопрос. В этом и есть регуляторка рынка. Ну то есть вы не знаете, кому это нужно, и я не знаю. То есть может так повести, и... Кто-то купит это за миллион долларов, а может остаться на уровне нуля, и это никому не стало нужно. Вы можете ставить, ну то есть у вас аукционная позиция может составлять ноль. Ну, причем платформы обычно используют криптовалюту для расчета. Соответственно, там OpenSea, эфир, у мастэкспенсив, у них обычно используется USDT, BNB используют Binance, там и так далее. То есть, соответственно, у вас в этой ситуации вы ставите ноль и дальше начинается погрешность. Но в большинстве случаев собственник сразу ставит цену. Первичную цену. И от нее начинает плясать. Либо ее никто не дает. Никто, как называется, на аукционах не ударил ни разу. И, собственно, ты остаешься своей собственностью, оканчивается аукцион, она остается твоей, все, закрыто аукцион. Ты можешь ее перевыставить через промежуток времени, искать своего потребителя. Причем, как показывает практика, делали небольшое исследование по этому поводу, разные площадки агрегируют на себе самые разные пласты населения планеты. Очень разные. По интеллектуальному уровню, по увлеченностям и так далее. Если на Сотби и Кристи играют там и 80-летние, на NFT-аукционе, у них отдельный NFT-аукцион есть, у Сотби и Кристи, глобальных мировых аукционов, то там есть и молодняк, естественно, и так далее. А вот, допустим, на Централленде это только игровая платформа и там очень сфокусировано сообщество. Так вот, сейчас один из трендов, как раз, я забыл о нем сказать, один из трендов с точки зрения работы с NFT как раз, это создание неких кросс-систем. Кросс-система, то есть это когда несколько платформ одномоментно торгуют, так как у них абсолютно разное свое сообщество, разные люди, по-разному торгуют, ну, вернее, на разных платформах выходит один и тот же NFT. И какая платформа, клиенты какой платформы, соответственно, закончили аукцион с максимальной ставкой, туда это и ушло. Спасибо огромное, друзья, поблагодарим, Руслан Александрович. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова